Вечерний час пик. Автомобилисты, которым нужно попасть в пролетарский район Саранска, встали в большие пробки на Полежаево, Титово, Восенко и Пролетарской. Такая же ситуация была с утра, только в сторону центра. Мы ездим сейчас вот по этой стороне, госпиталь забыл, через автовокзал. Там, конечно, с утра прям пробки, да. А долго в пробке вы стоите? Ну, чуть дольше, чем обычно. Ну, неудобно. Его нужно отремонтировать, значит, это хорошо. А то, что пробки, это плохо. Значит, надо делать лучше дороги. Пробок много стало? Ну, побольше стало. Ну, а сколько? Вы сами смогу стоить примерно вот? Ну, вот вечерами. Бывает и минут по 30. «Мост на Титово» – это уже сериал небрежного отношения городских властей к автомобилистам. И вот краткое содержание предыдущих серий. Путепровод должны были закрыть 10 октября, но не закрыли, не объяснили, почему и не сказали, когда наступит день Х. Всю неделю водители ездили наугад, рискуя в любой момент наткнуться на ограждение. Вечером в четверг мост закрыли, но вместо одной полосы загородили все четыре. Мэрия оправдывалась, мол, это временно. Часть путепровода откроют 15 октября после 10 часов вечера. Но наступил понедельник, 17 октября. На мосту не видно даже рабочих. Мы, конечно же, обратились в городскую администрацию с просьбой объяснить, в чем причина новой задержки. Была надежда, что там все-таки найдут несколько минут, чтобы сказать пару слов. Но нет. Решение закрыть мост на Титова принято из-за неисправности путепровода. Ему уже 50 лет и срок эксплуатации истек. По планам ремонтировать мост будут год. Но как мы успели убедиться за неделю, то ли у мэрии, то ли у подрядчика, с соблюдением сроков. Большие проблемы. Людмила Кусерова, Ксения Бебинова, Анастасия Суркова, Евгений Фролкин и Игорь Гангаев. Наши новости. Продолжение следует...